Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители Тип-канала Daily Europe Online. У меня сегодня очень интересный гость – это Вадим Дубнов. Многие его знают как колумниста «Радио Свободы», как журналиста «Радио Свободы» и редакции «Эхо Кавказа». И, собственно, мы сегодня с Вадимом будем говорить на тему того, что происходит на Южном Кавказе. Я посвятил этому уже не одну неделю. Я уже много интервью записал с азербайджанскими и армянскими, точнее, с экспертами из Азербайджана и из Армении. Ну вот сейчас попытаемся получить какую-то позицию, такую соединённую от Вадима. Здравствуйте, Вадим. Спасибо, что присоединились к такой студии. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ну что, Вадим, Вадим оставил свою территориальную целостность. Вроде бы достигнута ситуация, при которой возможен мир. Что, на Ваш взгляд, сейчас благоприятствует, что препятствует миру на Южном Кавказе? Я бы не был так оптимистичен по поводу мира на Южном Кавказе, потому что Карабах был только частью очень большой и многофакторной интриги. А Карабах был главным вопросом для Азербайджана. Во многом это было безусловно важно для Армении. Ну а, собственно говоря, есть и другие игроки, которые интересуют массой других вещей, для которых Карабах был вещью глубоко инструментально. В частности, прежде всего, это Россия. А Россия, в общем, с моей точки зрения, судьба Карабаха была достаточно безразлична, исходя из-за её рациональных интересов, главным из которых, как мне кажется, был вопрос контроля над коммуникациями, которые здесь могут показать некий взрывной эффект, взрывной в хорошем смысле, в экономическом смысле, если они действительно будут разблокированы. Рост и перспективы коммуникативного роста, новой логистики в этом регионе достаточно широкие и достаточно впечатляющие. Что для Москвы чрезвычайно важно, это было важно для неё всегда. А сейчас, в связи с её вторжением в Украину и в связи с её ситуацией в мире, это для неё становится архивальным. Потому что, как выражается один мой хороший знакомый, это часть новой экосистемы выживания для Москвы. И поэтому, конечно же, она очень заинтересована в этой новой логистике. Даже если этот контроль придётся делить на поверх с Турцией и, возможно, другими миноритарными акционерами по большому противнику. И поэтому, я думаю, что закончившаяся история с Карабахом означает начало дальнейшей истории Южно-Кавказской интриги, дальнейшего акта Южно-Кавказской интриги. И здесь, если всё, что происходило с Карабахом, касалось прежде всего Азербайджана и Армении, и если это была трагедия, это была трагедия исключительно армянская, то теперь начинается реально большая политика, в которой будут увеличены довольно много игроков, которых не очень интересует конкретная судьба конкретных конфликтов, которые, в общем, сейчас решены. Вадим, я плохо понимаю Южно-Кавказскую политику, даже и процент от того знания, которым владеете вы, но я попробую экстраполировать. Вот сейчас в Украине нет серьёзного процента какого-то людей, которые бы серьёзно думали о мире с Россией, потому что Россия — это государство-агрессор, оккупант, который аннексировал украинские территории. То есть человек, который так рассуждает, воспринимается как коллаборант и предатель. Вот такое общественное мнение после полномштабного российского отражения. Ну, это понятно. Соответственно, экстраполируем ситуацию. Вот вы бываете в Армении и Азербайджане, как я понимаю. Вот если в Армении и Азербайджане, с учётом всего того, что было между этими странами на протяжении последних 35 лет, этическая масса людей, которые могут запросить политику мира между этими странами. Либо общество настолько конфликтное по отношению друг к другу, что, в принципе, запроса такого быть не может. Ну, прежде всего, я хотел бы уточнить, что я бы воздержался от подобного сравнения Украины и Российской войны и ситуации на Южном Кавказе, потому что на Украине Украина тот случай, когда всё ясно. Есть агрессор, есть государство, которое терпит от этого агрессора массу, которое оказалось в трагической ситуации. Здесь всё абсолютно непонятно. Можно по-разному относиться к тому, что происходило в Украине, что происходит в России, как угодно это можно обсуждать, но факт есть факт, есть 24 февраля, в котором всё стоит на свои места. А здесь всё, вот как бы в этом смысле однозначно. И здесь нужно просто отделять всё остальное вот 24 февраля. Что касается армяно-азербайджанского конфликта, это история, в которой нет правых. Здесь виноваты все. Здесь, в общем, это история, которая уходит… Её можно отчитывать от очень давних времён, её можно отчитывать от 1988 года, её можно отчитывать от 1994 года. Но это история, в которой замазаны, грубо говоря, абсолютно все стороны. И армяне, и азербайджанцы, и карабахцы, и все те, кто пытался их мирить. А здесь нету хороших сторон. Здесь нету… То есть здесь все жертвы, но и все агрессоры. Вот это та сложность, которая, мне кажется, часто недооценивается людьми, которые по человеческим причинам склонны принять ту или другую сторону, исходя из той или иной аргументации. Этот соблазнен понятен. Или принять ту или иную сторону, исходя из положения собственной стороны, из-за каких-то аналогий. И в этом смысле этот соблазнен понятен, особенно, скажем, в Грузии и Украине. Мне кажется, это очень важно, важно отметить этот факт, потому что эта ситуация совсем другая. Здесь, ещё раз говорю, здесь все жертвы и здесь все агрессоры. Потому что то, что происходило в 1994-1996 годах, это была страшная война, где военные преступления творили и те, и другие. А то, что после этого происходило на захваченных армянами, карабахскими армянами, территориях Азербайджана, ведь надо же понимать, что в 1996 году, когда Карабах победил формально, при помощи Армении, безусловно, когда война закончилась, были захвачены территории Азербайджана, во много раз превышающие территории самого Карабаха. И они были превращены в пепелищи. Это тоже надо понимать. И действительно сотни тысяч людей азербайджанцев вымерли и были превратиться в беженцы. И это была страшная трагедия, когда мы говорим об исходе армян сегодня. Это абсолютно трагическая история. Но мы должны при этом понимать, это не счёт один-один, это не кровная месть, но просто мы должны понимать, что это уже было. Ничто, а ничего. То есть это такая игра с нулевой суммой, правильно я вас понимаю, в которой нет ни победительных программ? Да, у меня сейчас победителем является Азербайджан. Он, видимо, надолго поставлен точкой в этой истории, потому что я думаю, что Азербайджан не совершит той ошибки, которую в 1996 году совершила Армения, позволив так фатально для себя и кардинально изменить соотношение сил. Я думаю, что эта ошибка не совершит, поэтому история здесь закончена надолго. Но мы должны понимать, что она устроена так. Теперь к вашему вопросу по поводу запроса на мир. Понимаете, очень по-разному устроено общество. Общество в Азербайджане очень манипулятивное, общественное мнение очень манипулятивное, шума авторитарной природы государства. И когда с моим азербайджанским коллегой и другом мы обсуждали ситуацию, мы говорили о том, что вот если вдруг такое чудо, завтра мир, завтра всё будет прекрасно, кто к нему будет больше готов? Мой коллега азербайджан сказал, конечно, мы, потому что нам скажут, и мы сразу выполним. В этом смысле это важно. В этом смысле армянское общество устроено гораздо более сложнее. И армянское общество достаточно сложно устроено ещё и потому, что оно во многом мифологизировано. Азербайджанское тоже мифологизировано. Но сейчас этот миф закрыт, потому что закрыта история несостоявшегося 30 лет государства. И сейчас праздник, триумф и действительно большая национальная гордость, потому что впервые в своей истории Азербайджан стал полноценным государством с полноценными границами, полноценной территорией. И это действительно Алиев сейчас может окрашивать, выбирать цвет для страниц будущего учёбника истории. В Армении сейчас травмы усилятся, и это травматическое сознание, конечно, будет влиять на очень многие процессы. Но при всём том, запрос на мир всё равно есть, потому что Армения проиграла войну в 1920 году. Она фактически был заключительный аккорд той войны, случился сейчас в сентябре. И для Армении сейчас очень важно то, что очень важны гарантии её собственной безопасности. Мы должны понимать, что во всех этих случаях война всё-таки почти не шла на территорию самой Армении. А теперь есть риск её перехода на территорию Армении саму, потому что впервые в этой интриге, собственно говоря, в игру вступает та самая территория, территория самой Армении. Теперь речь идёт уже о ней. И поэтому сейчас в армянском сознании достаточно сложно сталкивается вот эта травма поражения с рисками дальнейших угроз уже самой стране. Поэтому запрос на мир, безусловно, есть. А в Азербайджане, в общем, конечно, достаточно большая часть общества будет приветствовать, приветствовала бы агрессию на территории Армении, захват Еревана и все остальные вот эти вот народные сказки. Но это будет куда менее популярно и менее интересно, и менее возрешевляюще, чем то, что случилось с Карлой. Вадим, есть такая фигура в какой-то степени противоречивая Рубена Варданяна, к нему очень однозначные отношения. В какой степени Рубен Варданян, на ваш взгляд, готовился как некий российский проект для Армении? Я бы уточнил здесь слово «готовился». Я думаю, что инициатива всего этого мероприятия и всего этого похода принадлежала, конечно же, самому Варданяну. Я не думаю, что это была как бы командировка, в которую его отправил Крепт. Но, с другой стороны, Варданян достаточно давно живет на свете и в частности в России, чтобы не ставить в известность Москву, не ставить в известность Крепт. А я думаю, что это было как минимум руководством России было поставлено в известность об этом. А как минимум это было координировано. И я думаю, что был такой момент, что Карл Блэнш, но ему на самом деле сказал, ну попробуй. Попробуй, получится, хорошо. Не получится, извини, мы тебя, но на нас особо не рассчитываем. А вот здесь у нас свой страх и риск, нам это интересно. Вот, давай. Я думаю, что здесь есть какие-то, может быть, были какие-то личностные моменты, а потому что, ну, Варданян, он действительно, как бы есть два, здесь две ипоставься, да, есть очень расчёки, рациональный человек, который привык жить по московским правилам, и знает московские правила, олигархические, которые, безусловно, мы можем ещё много узнать про его действия из того, что он не хотел бы, наверное, чтобы мы всё это узнали. А вот, но с другой стороны, действительно, у него был, возможно, вполне какой-то человеческий порыв, потому что он действительно помогал Армении, он действительно вкладывал какие-то деньги, действительно инвестирует, какие-то важные вещи, на самом деле, а причём вот какие-то, ну вот я знаю, что он вкладывал, сейчас на его деньги существует, а в Ереване модернизируется больница, которая превращается в некий аналог Парижского дома инвалидов, да, то есть он делает какие-то важные для Армении вещи, знаковые, и, в общем, даже он их не так даже сильно и пиарит, как мог бы в такой в этой ситуации пиарить. Пиарит, конечно, но не так вот прямо рьяно. А вот, подъездка в Карабах его загадочна, потому что, потому что, когда он туда ехал, это было год назад, чуть-чуть не было, с небольшим, это была ситуация, в которой судьба Карабаха ещё не выглядела такой трагической. Судьба Карабаха ухудшалась день это дня, ситуация и перспективы становились всё более и более мрачными, а вот вчера они были хуже, чем позавчера, и было понятно, что завтра будут хуже, чем сегодня. И так получилось. Но в сентябре прошлого года ещё можно было очень многое спасти. И поэтому, если вы обратите внимание, вернётся обратно, в тот сентябрь, вы заметите, что Бакун не сразу открыл по нему огонь всенародного ревнования. Он, в общем, несколько недель ждал. А он с интересом приглядывался к тому, что будет делать Варданян. Варданян приехал в Ереван, между прочим, насколько я знаю, он выступал, он встречался с людьми и говорил по ныне, меняемые вещи. Он говорит, что, ребят, мне Карабах не спасти. Карабах придётся отдавать в Азербайджан, нужно просто как-то ситуацию выправлять. Я думаю, что он очень, возможно, как бы исходил из некой роли, вот как бы, условно говоря, был такой человек, Борис Кивортов, последний руководитель Нагорно-Карабахской автономной области советских времён. Борис Кивортов, конечно, был верный ленинец, верный оленинец, но Ампуа, это было ещё важно, это был человек, который, с одной стороны, был лоялен в Баку, а с другой стороны, прикрывал армянское соединение Карабаха. Такая роль, возможно, была достаточно перспективна для какого-то очень авторитетного человека, и Варданян на эту роль очень подходил. У него не было военного бэкграунда, он не участвовал в войне, он бизнесмен, он человек с репутацией взвешенного, обменяемого коммерсанта, рационального, а не политика. И это было прекрасно в той точке зрения, что в той ситуации в том сентябре действительно можно было начать разговор с инфраструктурных обсуждений газ, свет, интернет, вода и так далее. Как безболезно перемкнуть Карабах на азербайджанское обеспечение. Это всё можно было делать, я думаю, что с этого можно было начинать, и тогда, в общем, можно было бы очень многое спасти. И мне кажется, для этого ехал Варданян туда. Что случилось потом, что пошло не так, никто не может объяснить. А может быть, изменилась ролевая функция, может быть, поспелка другая команда из Кремля, а Кремль, может быть, начал какую-то другую игру. Но это была не игра Варданян. А Варданян не Че Гевара. А он вдруг сыграл этого Че Гевара со всем пылом своей души и проиграл абсолютно всё. Своей точки зрения, перспективы сейчас у него же никаких политических нет. Хотя, безусловно, он, конечно, всё это делалось с замахом на Армению, потому что, конечно, Карабах — это не его масштаб. А, безусловно, он видел себя во главе не Карабаха, Армении. Но теперь, я думаю, что всё это безнадёжно, потому что даже выборы, муниципальные выборы в Ереване, в которые он вложил довольно немало денег, он не прошёл даже проходу в армию. А, Вадим, знаете, для меня загадка, ведь он оставался в Карабахе до последнего, при том, что если для меня всё, что случилось, было неожиданностью, там, для вас, для него, как богатого человека, который находится там, то точно было известно, что эта операция начнётся, да, такие операции с Кандачика не проходят. Тем не менее, он остался в Карабахе, а хотя он мог откупиться, всё что угодно, как Керенский, смыться с территории Карабаха, но этого не сделал. Вот так, когда уже шеф всё пропало, но при этом он остаётся на территории Карабаха, а в чём была логика его поведения, как вы считаете? Здесь очень много белых пятен, очень много вопросов, потому что я думаю, что, в общем, он упустил момент, когда можно было уехать, он уезжал из Карабаха в течение этого времени, уезжал, возвращался, когда было ещё не очень горячо, ещё когда были шансы на то, что эту операцию можно избежать, трагической развязки можно избежать. Я думаю, что наступил какой-то момент, когда уже уехать было нельзя, когда оставалось полагаться только на российских миротворцев. И вот в эту ловушку российских миротворцев попали все, не только он, попали все президенты Азербайджана. И, в общем, это большой вопрос, почему... То есть, проще всего сказать, что Россия предала и кинула, этих людей, которых она укрывала на своей военной базе, насколько известно. А потом она их сдала Азербайджану. Думаю, что это какая-то многоплановая интрига. Думаю, что там какое-то предложение. Суть в том, что Москва сдала, это очевидно, потому что всё-таки эти люди на неё рассчитывают. Здесь интересно не то, что она сдала, интересно, на каких условиях она сдала и с какими перспективами. И я думаю, что в этом плане Бордонян, конечно, не сильно играл до конца, но я думаю, что он всё-таки рассчитывал на Москву. Он всё-таки, как и все остальные. Тем более, что в общем не всегда понятна логика Баку в том, кого она задерживала и кого она отпускала. В Ереване оказались люди, которые для Баку безусловные враги и враги куда больше, чем те, кого она сдержала. Скажем, Ворбен Вардонян или Давид Бабаян, бывший министр национальных дел. Но это, ну, скажем, Давид Бабаян, допустим, мог пострадать за жёсткие высказывания лично в адрес Ирхам Алиев. Ирхам Алиев человек достаточно в этом смысле мстительный. может быть так, но с другой стороны в Ереван были отпущены и смогли уйти из Карабаха достаточно серьёзные противники. Виталий Баласанян, бывший министр обороны, человек, которого Баку обвиняют в участии в расстреле мирных жителей в Ходжалы. Страшная история. И Баласанян действительно в ней участвовал. То есть непонятно, какая его роль, но он действительно в ней участвовал. Участвовал как военный, потому что это была... То есть там, кроме трагедии, там была просто трагическая, ещё была военная сторона. Вот. И Баласанян очень как бы достаточно честно рассказывал, что да, а это была... В общем, события развивались по-весьма жёсткому и без жалости к мирным жителям в ряду, скажем, Баласанян был одним из немногих, а кто не отрицал того, что там случилось. А вот. Но тем не менее, Баласанян ушёл. Хотя здесь есть другой, потому что Баласанян последние месяцы был на связи с Баку и вёл с Баку некие переговоры. А потом он был настранён от этих переговоров и казалось как раз, что вот его место, собственно говоря, кстати, и займёт Варданян, куда больше тяжеловец. Чего не случилось. А вот ушёл Самур Бабаян, это главнокомандующий войска Нагорного Карабаха времён Первой войны. Это, собственно говоря, человек, который был военной воинской легенды, а потом, правда, он превратился в политикой и властителя мирного Карабаха с весьма неоднозначной, скажем так, репутацией. Ну, а тем не менее, человек, который, в общем, можно сказать, нанёс Азербайджану личное оскорбление, опобедив его в 1996 году. Вот он ушёл. Вот. Ещё были люди, которые смогли уйти, которые, в общем, по этой логике Азербайджан должен был бы хотеть задержать. Нет, они ушли. А вот Рубан Варданян и Давид Бабаян, скажем, да, есть ещё и другие какие-то люди, там, спикер парламента, да, причём есть спикер парламента, который задержан, а есть спикер парламента, который не задержан. То есть здесь логика достаточно неоднозначная, но Варданян, безусловно, был в силу ряда каких-то, ряда причин, а он был назначен как одна из показательных жертв и показательных героев будущего показательного процесса, я думаю. Пойдём, в завершение. В завершение я задам вам следующий вопрос. Вот сейчас карабахские армяне, они переселились в Армению. Я так понимаю, что большинство из них, ну кто-то может вернётся, кто-то, скорее всего, большинство останется в Армении. По отношению к общей численности населения Армении, это очень серьёзный фактор мотивированных людей во время голосования как в местные советы, так в парламент, что, безусловно, будет влиять на политику в Армении. Как, на ваш взгляд, эти люди будут влиять на политику Армении? И можем ли мы говорить о том, что вот этот карабахский клан, хоть и не сохранить отдельную структуру, очень мечтали бы, да, проезд возгнаний, но войдёт в армянскую политику? Эти люди... Нынешняя армянская власть, конечно же, была не заинтересована в том, чтобы эти люди пришли. Прежде всего, они боялись увидеть людей на площади, потому что в тот момент, когда всё это происходило, в общем, политический кризис в Армении в общем, нарастал. Другое дело, что он не достиг того уровня, которого боялась армянская власть, потому что всегда, казалось, был такой миф все 30 лет, что Карабах крутит Армению, что Карабах решает все мандрополитические армянские вопросы. А вот и в этот миф верили и в Карабахе, и в саму Армению, были немножко заложниками этого. И даже когда к власти пришёл, как вы говорите, карабахский клан, мне не очень нравится это слово, потому что, в общем, он немножко упрощает ситуацию. Карабахский клан очень быстро стал армянским. Там просто было много, он основывался на выходцах из Карабаха. Но, в общем, как показывает практика советской и постсоветской политики, вот не было депропетровского клана, вот не было ленинградского клана. Всё-таки они очень быстро в этих бюрократических системах, они очень быстро растворяются и привлекают на свою сторону все возможные. и поэтому как Днепропетровский, так и Карабахский клан некоторые обозначения скорее, да, Так вот, особенно при Сержа Сарксяне, он совсем перестал быть Карабахским. Вот. И я думаю, что этих людей просто, во-первых, они в какой-то степени разъедутся, мне кажется. Кто-то уедет в Осидии, кто-то уедет за границу. А я думаю, что определенная часть уедет и вернется в Карабах в конечном счете. То есть, возможно. Это сейчас очень трудно говорить, потому что там очень много разливок, очень много условий, если в том, что они могут вернуться, теоретическая возможность того, что они вернутся, еще существует. Я бы ее не сбрасывал. И может вернуться довольно большое количество людей. Мы не знаем точно цифру тех людей, которые приехали. Потому что цифра в 100 тысяч, мне кажется, нуждается определенная верификация. Вот. И я думаю, что еще эти, ну, кроме всего прочего, эти люди могут просто не голосовать. Ближайшие выборы еще, если не так, скоро, получится. И за это время ситуация очень сильно изменится. И я не думаю, что... Представляете, какая ситуация. Пашинян очень сильно не кумир в Армении. В общем, людей, которые любят пашинянов, в общем, я особо там... То есть, они, конечно, что-то есть, но их в общем количество, не то, что уничтожено, но они, конечно же, не... То есть, реальные сторонники, не так много. А есть просто другая мотивация голосования за него, потому что ему удается канализировать самые разные мотивы в свою пользу. А это и страх новой войны, это и ненависть предыдущей власти, это и объективная слабость тех, кто им противостоит, потому что если Пашинян не кумир, то, в общем, людей, которые в оппозиции могли бы стать для кого-то кумиром, вообще, еще другие, если бы, кстати. Вот, это, в общем, как бы, команда либо очень сильно отыгранной фигуры уже давно, либо фигур, которые, в общем, такие, не боюсь ни у слова, но, например, средние фрики, за которых можно голосовать только от очень большой нервности к Пашиняну, и таких людей много, но этого в этой нервности все-таки недостаточно для того, чтобы вам прократить на выбор пока. А дальше Пашиняна, в общем, и то усилие России, не могу сказать, что какие-то невероятные, но Россия предпринимала некие усилия, обозначала, скажем, усилия по отстранению Пашиняна от власти, но, в общем, Москва, по-моему, это делала, понимая, что, в общем, в этой ситуации у нее ничего не получится. То есть по инерции? Ну, она отработала, этот номер. То есть она как бы исходила из того, что, конечно, было бы приятно свалить Пашиняна, а вот потому, что если пришли бы люди из этой нынешней оппозиции, то с ними не могло бы договориться и о Нигизовской дороге, обо всем на свете, а вот и о миротворце, о чем угодно. Но, в общем, Москва исходит, мне кажется, ситуация из понимания того, что все-таки этих людей сейчас власти, этих людей сейчас власти привести невозможно. Вадим, спасибо вам большое за вашу незангажированную точку зрения. Вот по нынешним временам это большая редкость. Я вам очень благодарю, надеюсь, что в будущем вы, несмотря на свой залит, будете находить время для наших интервью. Спасибо большое, Вадим, известный следователь, журналист редакции «Кавказа» как подразделение «Радио Свободы». Спасибо большое. Вадим, следовательное интервью.